Следующий вопрос. В 1951 году швейцарский криминалист произвольцам предложил собирать и сохранять следы преступления при помощи его. Метод оказался настолько удачным, что полицейские иногда покрывали им все место преступления и совсем его не экономили. Назовите, о чем идет речь. Умники и умницы лицея Пушкина – интеллектуалы. Они знают ответы на многие вопросы и уже не первый раз принимают участие в игре «Я эксперт», которую проводят специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Цель этого мероприятия двойная. Ребята учатся мыслить, как эксперты, а эксперты готовят смену. Ну и конечной целью этого мероприятия мы планируем, наверное, чтобы часть этих умных, грамотных детей после получения высшего образования все-таки вернулись к нам в комитет и продолжили свою уже трудовую деятельность у нас в комитете. Учащиеся 10-11 классов лицея номер 1 Пушкина города Бреста с удовольствием приняли участие в необычной для них игре, где каждый на один час стал криминалистом и по подсказкам, то есть настоящим уликам, раскрывал разные преступления. Таким образом, в интерактивной форме сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области презентовали свою деятельность. Мы хотим рассказать о наших экспертных возможностях по различным направлениям. Это и криминалистические экспертизы, технические, медицинские и другие виды экспертиз, которые проводятся в Государственном комитете судебных экспертиз. Помимо этого, мы хотим кое-что показать им на практике, как мы действуем по определенному виду экспертиз, либо на осмотрах мест происшествия, чтобы дети сами попробовали себя в роли эксперта. Понравилась эта игра, потому что она так или иначе в каких-то аспектах связана с моим будущим направлением, которое я избрал для себя. И поэтому поучаствовать в игре именно с данной тематикой мне было бы... и вот предоставилась такая возможность, и мне, в принципе, понравилось. Мне очень понравился вопрос, связанный с почерком, потому что вопрос, ой, ответ на данный вопрос лежал фактически на поверхности, но мы не смогли додуматься, к сожалению, в ИАХ. Государственный комитет судебных экспертиз – многопрофильное ведомство, поэтому каждый учащийся может найти направление по душе. После окончания медицинских вузов можно работать с судебно-медицинским экспертом, экспертом-химиком, экспертом-биологом. После окончания вузов технической направленности, гуманитарной, юридической – экспертом в соответствующем профильном направлении. Ребятам, обучающимся в лицее номер один с разными профилями, как никому другому, могут быть интересны эти виды деятельности в будущем. Стать графологом – профессия, сегодня востребованная у криминалистов. Это один из видов направления криминалистических экспертиз, которые мы проводим. Почерковическая экспертиза изучает, в отличие от графологии, которая говорит о свойствах личности, мы изучаем и даем выводы идентификационного и диагностического характера. Если говорить о состояниях, то да, в рамках почерковической экспертизы мы говорим не только о том, кем выполнена подпись, запись, но и говорим, в каком состоянии, в каких условиях она была выполнена. Для участников мероприятия также была организована выставка экспертного оборудования, среди которых были инструменты, позволяющие восстановить удаленную информацию с мобильных телефонов, электронных носителей, проверить на подлинность денежные банкноты, документы, реагенты для выявления подлинности крови, микроскоп и даже настоящие человеческие кости. Я выбираю себе будущую профессию для развития своего интереса. Вообще я поступил в лицей на профиль химии и биологии. Я хочу в будущем стать медиком. Выбирал профессию. Думал, хирург, может быть, еще какие-то интересные профессии, но после этой презентации уже захотел работать в морге, вскрывать людей. Выставка дополнила впечатление ребят от игры и действительно может заинтересовать получить профессию с этим связанную. Что это за работой?